Да, давай теперь отдельным блоком просто рассказывай теперь, как помнишь, короче. Как я помню, ну, по поводу того, вот, если ответить на вопрос, почему нас послали как скотов, ну, как мясо, грубо говоря. Потому что, грубо говоря, мы, допустим, ехали колонной, мы двигались исключительно по полям, по полю, да. И вот мы двигались и, допустим, приходило там на рацию, не знаю, ну, этому командиру, нашему младшему, то, что впереди нас ехала колонна, которую просто, ну, грубо говоря, не то, чтобы разбили, а, ну, только матом сказать, ну, я материться не буду, и просто выжгли. Можно, можно, конечно, можно. Это же, я же говорю, мы, типа, интервьюшку записали, это отдельный блок, это, ну, для людей просто, которые имеют. Ехала колонна, которая просто... Ты курить можешь, ты тоже, я же закурил, есть. Ехала колонна, которую просто, ну, расхуярили. Сколько там машин? Ну, порядка от пяти и выше. Вот, вот такие колонны. Колонны небольшие, ну, вот, от пяти, там, шесть, семь, восемь, девять, десять, которые просто, ну, расхуярили, ну, просто в мясо. Вот даже, ну, у меня вот есть парни в моей, вот, камере, так скажем. Вот, благо, вот, хоть они выжили просто, но они вот, они так и рассказывают, что их просто расхуярили в пух и прах. И за ними едет следующая колонна, и у них участь была точно такая же, они просто их просто расхуяривают. За ними едет следующая колонна, их тоже просто расхуяривает мясо. И вот из всех колонн выживало человека по три, по два, по три человека выживали. То есть, бесконечно посылались колонны, которые уничтожили? Ну, грубо говоря, так. Это они мимо вас, типа, шли? Да, нас отгоняли. А цель какая-то? Мы их не спрашивали, мы просто ехали, мы поддельно ехали. Я просто пытаюсь понять, что человек в этот момент ощущает, он видит, что впереди выжило, короче, одних, вторых, третьих. Вам же доводят, типа, эту информацию? Да, нам это доводили, но мы, следовательно, подходили и говорили, куда мы нахуй едем, сейчас им нас ждет, ждет, то же самое, грубо говоря, нас тоже разъебут, по факту. Нас просто сейчас пустят в пух и прах. Бля, пацаны, надо ехать. Нахуя нам туда ехать? Бля, надо ехать. Вот это вот все команды, которые нам поступали. В итоге мы просто обвешивались бронежилетами со всех сторон. Ну, вот, на окна, на стекла, на зеркала. Ну, везде висели бронежилеты. Думаю, что Туров помогал, помогли бронежилеты. В итоге это не помогло, потому что... Или отцы, арты. Как ехал я своей колонной, ну, как нас расстреляли, я расскажу так вкратце. Как ехали мы. Нас... Мы ехали. Я услышал один выстрел, единственный выстрел. После чего у меня просто закрылись глаза. И мысленно я понял то, что, ну, походу мне пизда. Ну, и буквально через секунду-три я клемался. И просто под собой я увидел, ну, ну, может литр. С меня вытек, наверное, кровь где-то так. И с меня она вытекала просто, ну, как со свиньи резаная текла. Далее я просто вывалился из КамАЗа. Правый глаз у меня сразу перестал видеть моментально. Левый начал затекать. Кровью там чем-то он не затекал. Я вывалился из КамАЗа. Немножко прополз вперед. У меня чуть не переехал свой же КамАЗ. Ну, свои же мне чуть не переехали. Которые просто уже все обволились. И в итоге нас осталось, ну, машины четыре, пять, да. И вот пока я полз, я просто слышал, как нас, блядь, хуярят. Просто со всего, чего можно. Я слышал вся его РПГ, автоматы. Там, по-моему, даже пара луна прилетела. Дэти, а вы понимаете, что вы просто едете тупо по открытой местности и... Конечно. По-моему, готов стрелять каждый украинец фактически, блядь, ну... Да, конечно, я это понимал. Ну, кто меня будет слушать, если я всего лишь... Да что за ебнутая нация такая-то, не можешь объяснить, блядь? Поставили стадо баранов. Ну, я так это понимаю, стадо баранов. Бараны говорят, бее, мы не хотим. А им говорят, надо, давайте, идите, умрите. И они идут и умирают. Это как так? Ну, как? Просто в ИСУ так не воюют. Ну, мы бережем. Так никто не воюет. Это просто, ну... Неадекватность какая-то командиров. Я просто не знаю, на что... На хуя мы сюда приехали, даже не понимали. Для чего? Я вот это не... Сколько я вот уже здесь нахожусь, я не понимаю. Вот мы все сидим и обсуждаем, на хуя мы сюда приехали. Ну, какая цель? Для чего, блядь? Жили и жили. Мы тоже жили и жили, нам это тоже на хуя это не надо. А про Путина что скажешь? Тоже... Тоже... Ну, честно, я всегда относился нейтрально, поэтому... Я не знаю даже, чему сказать. Ну, я относился нейтрально. Ну, по славу людей... Вот это... Это живо! Ну, он же в бункере сейчас сидит, сука, на Урале. Ты представляешь? Где он сидит, я не знаю. Ну, это... Общеизвестно, потому что зафиксированы, как к нему самолеты правительственные летают постоянно и так далее. То есть, это все известно. Ну, ладно, я понимаю, что тебе лучше не горит, потому что ты еще собираешься возвращаться туда, в Россию, а он еще, возможно, не сдохнет какое-то время, какой-то период. Просто мне жалко вот то, что сколько сыновей, мужей, братьев, блядь. Ну, просто не вернется, не вернулся. И то, что, блядь, сука, никого ж не похоронишь, это блядь. Что, мобильные крематории ваши прислали? Такая хуйня, это, наверное, российская разработка. Да, да. Просто, сука, тут, блядь, никого ж не похоронишь, блядь. Они заказали сначала 40 или 50 тысяч полиэтиленовых мешков, короче, то есть, они заранее знали о том, что будет такое количество трупов, но, походу, не подрасчитали, не подрасчитали, потому что вот пришлось еще сейчас и эти самые мобильные крематории и все такое. У нас же был до тебя, вон, командир танкового взвода он на лифтонах моего, да? Ну, сколько ты людей загубил? Ну, он же-то командир. Что ты можешь сказать? Я не знаю, я не знаю. Ну, со мной один чувак типа сгорел. Что ты можешь передать его, мать? Извините. Ну, вот и все, вот так вот нужно, блядь. А, блядь. Поэтому, кто меня слышит еще из военных, блядь. Уезжайте отсюда, блядь. Если вы поедете все вместе, все вместе будете возвращаться, ничего у меня нахуй никто не расстреляет вас, блядь. Идите домой к жене, к матери, блядь. Она вас ждет, вас никто не ждет, нахуй. Ну, нам реально говорили, что мы ждем? Не, вообще, я вообще... А как вам вообще говорили? Как это все? Ну, наверное, типа, аж доводили, что тут, там, это... Ничего не доводили. Нас любят там, всякие дела. Я говорю, ну, просто, скорее, едем. Восемь лет воюем, представляете, с вами же. Ну, вам там этого, конечно, не рассказывают. Ну, от того, кто понимает, я сразу сказал, блядь, пацаны, честно, нам пиздают. Вот мы едем к людям, которые восемь лет воюют, грубо говоря. А мы... А вот у нас есть солдаты, которые, блядь... С 250 тысяч армии и 300 резервов, которые уже отвоевали, 300 тысяч. А у нас автомат видели только, блядь, на картинке и, блядь, я не знаю. Сколько раз ты стрелял до Украины? Я нигде не участвовал. Не, вообще, из оружия. А, ну, когда эти, ну, эти, не учения, стрельбы были проходили, вот только так. Ну, сколько? Четыре раза в год они проходят. Тренировки эти. Все. Просто если он не остановится, погибнет. Да, Украина, да, ну и Россия тоже погибнет. То есть просто тупо по живой силе, короче, не останется никого. Понимаешь? Потому что ваших 140 миллионов, это бери одного к десяти. Знаешь, вот, ну, правильно? Ну, по вашей даже истории, если брать. А нас 30 миллионов. Ну, наши-то хоть повыезжали, хоть в Украину вернутся. А ваши там, я вообще не знаю. Это, это бред. Это, это такой бред, что это, это в страшном сне никому не могло бы присниться, что такое может происходить. Но это происходит. Окей. Просто я за правду. Ну, по-моему, больше есть вообще за правду. Правда сейчас далеко не на стороне России. Она и не была до этого момента. Правда вот за людьми, которые находятся здесь. Сколько ваших вот полив в руку с твоей большой колонны, которая ехала? Ты поменяешь? Я один живой. Я так понял, я один остался живой. А сколько было? В моей вот колонне, в которой мы ехали, ну, было порядка, ну, человек 20-30. И сколько таких колонн ты видел, что заезжал? Я видел много. Это 20 человек, это сколько? 6 машин где-то, да? Да. Ну, у меня было 3 человека, там по 3-4 человека в машине сидел. Ну, где-то там. Ну, машин 5-6, да. Ну, чисто логически и логистически, если он здесь один из своей группы, то он один остался. Потому что никто бы их не вез в разные места, ну, это... И я никого даже не слышал о своих, ничего вообще. Вот я сколько ни спрашиваю, я о своих и о судьбе их, я вообще ничего не знаю. И я так понимаю, что я один живой остался. А что там у вас слухи ходят, что ваша армия будет отступать, если не будет? Вот я первый раз послышал. Ну, это пока такой обнадеживающий смысл. Ну, я слышал то, что говорят якобы, если 10 дней что-то не получится, Россия будет отступать. Ну, какие 10 дней, если уже ничего не получилось и не получится? И, блядь, 10 дней. А колонны их техники выстраиваются? Если люди в Беларуси и в Крыму, то есть, стягивают и стягивают. Последнее, что помогло. Смогли стянуть, то и стягивают. Так что, типа, надеяться на благоразумие там с той страны вообще нет никакого смысла. Такие вот дела. Что, вы говорили жене еще что-нибудь? Да, это же уже... Да, но все равно, может быть, одноцельное с этим. Нет. Нет? Да нет, ну, мы тут сейчас сидим, разговариваем просто уже 10 минут, наверное, честно. Все? Да. Все? Все? Да. Сука.